Добрый день, уважаемые гости! Какие масштабы будут у самого конкурса и фестиваля, какие будут участники, что будет проходить непосредственно на площадках, где это будет проходить и как это будет проходить. И первое слово я хотела бы предоставить исполняющему обязанность директора Мородовского государственного университета Дмитрию Евгеньевичу Глушкову, для того, чтобы он рассказал о том, почему университет стал инициатором этого фестиваля, насколько значимо это для нашего университета и какое непосредственное участие будет принимать университет в этом году. Ну, уважаемые гости, университет стал, наверное, по нескольким причинам, во-первых, потому что в университете существуют очень хорошие традиции по развитию национальной культуры, существует институт культуры, мы готовим большое количество специалистов, которые выходят, завершив обучение и работают в различных творческих коллективах, реализуют разные интересные, важные и нужные проекты на территории нашей большой республики. Великой страны, но и, конечно же, именно через Институт культуры ведется взаимодействие с партнерами за рубежом. Сегодня фестиваль может быть проходить в одиннадцатый раз, а это большие давние традиции и любое важное и интересное и нужное дело эффективно реализуется, когда есть большая команда единомышленников. Поэтому сегодня я благодарю коллег, который здесь сегодня с нами учет, участвует в правительстве Республики Мордовия, в связи с творческой целью театральных деятелей Республики Мордовия, о том, что этот проект поддерживается и в том числе эта кооперация и дружный союз в реализации проекта позволяет привлекать в том числе и средства из федерального города. Поэтому университет, когда-то выступив инициатором такого фестиваля, безусловно, должен и дальше продолжать работу по развитию этой важной традиции. И с каждым годом фестиваль должен становиться все более значимым, более интересным. Все большее количество молодых людей из нашего университета, из университетов и регионов, других регионов в нашу страну должны приезжать и участвовать. И, конечно, нам важно, несмотря на непростую международную политическую ситуацию, развивать международное сотрудничество. Благо, что у нас есть хороший контакт, уверен, что международное сотрудничество и международное участие и в этом году будет обеспечено. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Нерпроект действительно будет очень значимым для республики. Не только, наверное, для республики, но и для Приколожского федерального округа. И одним из органов государственной власти, который оказывает информационную и организационную поддержку фестивалю, это Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия. И здесь присутствует заместитель министра Анастасия Александровна Гришнева, в которой я хотела бы передать слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые возможные будущие участники. Конечно, действительно очень знаково, что этот проект реализуется в республике в таком масштабном формате, в особенный год. Вы знаете, что это год нематериального культурного наследия народов России. И действительно особенно здорово, что традиции живут и традиции продолжаются. Я уверена, что даже наверняка среди вас есть люди. Вот, например, в моей семье традиции фестиваля нового леса, точнее фестиваля леса, который был предшественником, эти традиции живут, потому что моя сестра являлась участником этого фестиваля. И о чем это говорит? О том, что это было достаточно давно, а фестиваль продолжает жить. Это значит, что он вызывает большой интерес среди молодежи и передается из поколения в поколение. Я хочу сказать о том, что действительно одним из самых приоритетных направлений государственной молодежной политики в нашей стране и в нашем регионе сейчас является развитие творческой составляющей, развитие творческих проектов. И мы видим, что республика набирает в этом оборот. Тому подтверждение являются и те выигрываемые гранты, в том числе и в президентском фоне культурных инициатив, и национального проекта «Культура». Это говорит о том, что в республике действительно очень пристальное внимание, очень сильная традиция такой творческой молодежной составляющей. Конечно, со своей стороны мы уже начали эту работу в том числе и по приглашению наших субъектов Приволжского федерального округа, потому что коллеги из региональных ведомств по делам молодежи действительно этим были заинтересованы. Мы стали обсуждать этот вопрос еще во время проведения российской студенческой весны в Самаре, когда у нас была возможность с коллегами очень устретиться. Поэтому я надеюсь, что география, в том числе и нашего округа, будет представлена достаточно ярко. Конечно, со своей стороны вы знаете о том, что и на базе Мордовского университета действует ресурсный центр добровольчества. Он действует на базе университета, но тем не менее он является региональным. Поэтому с этой стороны я думаю, что всевозможная организационная поддержка будет оказана. И что касается информационного освещения, информационной подачи и оказания содействия по взаимодействию с различными партнерами, безусловно, со стороны Министерства спорта и молодежной политики, Мордовского республиканского молодежного центра, всех наших молодежных общественных организаций, конечно, будут оказаны. Я действительно хочу еще раз поблагодарить университет, дворец культуры и искусств Наталья Васильевна, потому что именно, наверное, вот эта приверженность и вера в свое дело позволяет традиции фестиваля укреплять и делать его все более масштабным и перспективным. Поэтому я поздравляю университет и нашу республику с началом такого большого творческого проекта и творческого пути. Я думаю, что это как и в прошлые годы будет очень масштабно, ярко, красиво, и мы на нашем таком республиканском и университетском уровне зажгутся новые хореографические, не звездочки даже, а звезды. Спасибо большое. Как здесь уже прозвучало, проведение фестиваля стало возможным благодаря победе в конкурсе на предоставление грантов и коммерческим организациям на львах национального проекта культуры в направлении хореографического искусства. И организация, которая стала победителем в этом конкурсе, это региональное отделение Общероссийской общественной организации Всероссийское театральное общество, Союз театральных деятелей Республики Мордовия. И с словом я хотела бы предоставить ее руководителю, Абисимову Андрею Ивановичу. Добрый день, дорогие коллеги. Дмитрий Евгеньевич. Вообще победа в этом конкурсе в фонде культуры – это заслуга хорошей команды Мордовского государственного университета, потому что они смогли изложить в заявки все основные критерии, цели и задачи этого фестиваля. Но это не удрено, потому что фестиваль со своими традициями, со своими крепкими такими корнями, потому что на нем многие поколения уже выросли. Еще я, будучи студентом старших курсов, застал этот фестиваль в этих стенах. Что еще сказать о фестивале? То, что будет более 300 участников, уже подаются занятки на участие. Также, в связи с тем, что немногие из-за рубежа смогут приехать на фестиваль в общей форме, то будет им предоставлена возможность принять участие в онлайн-формате. То есть это тоже небезинтересно. События, я считаю, это огромные, потому что в Мордовском господинниститете есть все для того, чтобы провести этот фестиваль. Есть, во-первых, и человеческий ресурс, и преподаватели, целый институт национальной культуры, студенты направления хореографии, преподаватели высочайшего уровня, высочайшего класса, лаборатории, хореографические залы профессиональные. Все для этого есть. Это будет, я думаю, в очередной раз большой-большой фестивальный праздник. Ладно, спасибо. Спасибо большое. О том, как же все это будет проходить в университете, о конкурсной программе, о том, как будет проходить открытие, в чем отличие фестиваля этого года, от аналогичных фестивалей прошлых лет, расскажет директор, куратор всех мероприятий проекта, директор Дворца культуры и искусств Мордовского государственного университета, заслуженный работник культуры Республики Мордовия, кандидат философских наук Айцетанова Наталья Васильевна, пожалуйста. Добрый день. Я хочу сказать, что новые леса для меня больше, чем просто проект. Для меня это такой ребенок, которого мы здесь воспитываем, развиваем, растем, и он уверенно уже заявил о себе. Но есть пара родителей этого фестиваля СА, который 9 лет был здесь, в Саранске, в Республике Мордовия с 1998 года, и будучи участницей этого фестиваля, я не смогла, как бы, вместе с командой, мы переживали этот процесс, мы не смогли пройти мимо этого проекта, и, естественно, стали его развивать во вновь открывшемся Дворце культуры и искусств, когда я пришла сюда работать директором. На самом деле Андрей Ванштайн сказал, что здесь есть и условия, и балетные классы, и зал концертный, потому что я знаю очень много проектов, которые арендуют залы. В этом случае нам очень повезло, потому что это все наше родное. И хочу сказать, что сам фестиваль «Новые леса-2022» это проект объединяет в себе несколько мероприятий, несколько направлений. Это образовательная программа, конкурсная программа и фестивальная. Фестивальная программа – фестиваль театров танцево-творческих объединений, отдельных исполнителей, которые занимаются современной хореографией. Это всегда очень ярко. Более 10 спектаклей мы успеваем показать в 3 или в 2 фестивальных дня, но в этом году будет 3, возможно, и больше будет спектаклей показано. Это конкурс по трем номинациям. Номинация «Эксперимент в движении», «Свободное движение» и «Фолк в движении». И мы гордимся, что есть у нас номинация «Фолк в движении», потому что здесь показываются, как всегда, самые яркие, самые интересные работы, потому что это все на прекрасном материале показывается, народной культуре. Следующее направление – это образовательная программа, это мастер-классы ведущих хореографов и центров современной хореографии России и зарубежья. И также лаборатория. Это будет впервые новшеством нашего проекта этого года. Мы впервые проведем лабораторию, то есть приедет педагог, и вот сейчас присутствуют на конференции участники, коллектив, мы проведем кастинг, мы проведем отбор, и педагог в течение трех фестивалей дней оставит работу. Пока говорить не буду, какая это будет работа, всех тайны не будем раскрывать, но я думаю, что это будет очень интересно. Я хочу сказать, что мы работаем в сотрудничестве с Музыкальным театром имени Явшу, с Мордовской республиканской детской хореографической школой, музеем Эрзи и другими культурными учреждениями нашей республики. Мы ждем заявок, мы ждем участников, и надеемся, что наш фестиваль уделит в этом году наших зрителей и наших участников. Спасибо. Как уже Наталья Васильевна только сейчас сказала, одним из направлений фестиваля будет как раз обучение в формате лаборатории и в формате мастер-классов. И в организационном комитете фестиваля, в проекте, его художественный руководитель Конградзен Коярлия Алексеевич, которым я сейчас предоставлю слово, расскажет о том, как все это будет организовано. Пожалуйста. Дорогие друзья, я хочу, во-первых, сказать, что здесь уже многие делились своими ощущениями, кто, у кого родители ходили на фестиваль. А там, а я, собственно говоря, на еще старой лисе 8 лет отсидел в жюри, и на этой лисе это получается уже 11-й год. Наверное, в следующем году юбилей случится, как я сижу в жюри фестиваля лиса. В этом году вот оказался художественным руководителем. Я вообще хочу подчеркнуть, что среди всех старых фестивалей, которые существовали на территории России, еще возникли в 90-е годы, на сегодняшний день существуют только лиса, которые непрерывно существуют вот в этой традиции. За это время, конечно, появились новые фестивали, и достаточно крупные. Но когда-то, в начале 90-х годов, фестивали были только в Витебске, в Саранске, в Североуральске, и уже затем стали появляться фестивали в других городах современной географии. И вот Саранская лиса живет до сих пор. Это уникальное совершенно явление. Более того, когда она тогда сильно возобновляла жизнь лисы, уже как новой лисы, она действительно включила в программу фестиваля таких три важных составляющих – научную, образовательную и творческую. И в этом уникальность этого фестиваля, потому что нигде больше. В России на сегодняшний день в рамках фестивалей и современной хореографии не принято вводить, например, научную составляющую. Это очень важно – думать о том, куда движется современный танец и, конечно, куда движется прежде всего российский современный танец, потому что есть еще американский, французский, бельгийский и так далее. И сама номинация «Флок танец», которая тоже давно живет на лисе, она как раз призвана вырабатывать некие новые формы существования традиционного танца в стиле современной хореографии. Вот так современный человек может переосмыслить традицию народной культуры. В этом уникальность. Более того, уже теперь на материале это может защищать диссертацию буквально три месяца назад я был оппонентом в Челябинске. Одним из центров современной хореографии защищали как раз по «Флок танцу» диссертацию. Поэтому я думаю, что это очень важная составляющая. Образовательная она была всегда, но вот в этом году Этерго Зинджу сказала уникальность, как раз то, что у нас появляется лаборатория. Это современные совершенно формы работы, фестивалей, творческие лаборатории. от обычных мастер-классов они очень сильно отличаются. Прежде всего тем, что лаборатория выдает продукт. И если человек в нее попадает, он работает от начала до конца на протяжении длительного времени. А мастер-класс ты можешь посетить сегодня, завтра не прийти, получить какой-то материал ограниченный и так далее. И в лаборатории есть продукт, и этим продуктом в театре, в хореографии всегда является некий проект. В данном случае будет какой-то танцевальный проект. И опять-таки в нашей листе существует конкурс-фестиваль. Обычно такие вещи не соединяются. Обычно либо фестиваль, привозят коллективы, приглашенные, они выступают на нескольких площадках. Очень хорошие коллективы, известные и так далее. А конкурс практически сейчас как форма исчезает. И вот наша площадка, саранская, она дает возможность молодым хореографам попробовать себя в этом направлении, посмотреть, как работают другие. И я считаю, что это вообще уникальная такая возможность. То есть во многих отношениях фестиваль достаточно большой. Сейчас ведутся еще переговоры с СТД, потому что мы активно работаем и дружим с кабинетом музыкальных театров, союз театральных деятелей. И, как правило, творческий приглашенный коллектив у нас приезжает по договоренности с этим центром, потому что они очень хорошо знают какие-то тенденции. Они всегда привозят нечто сейчас интересное, на сегодняшний день и новое. Поэтому я думаю, что в очередной раз саранская публика увидит что-то очень интересное. Вы знаете, что в предыдущие листы приезжали те, кто получал золотые маски. Мы посмотрели масочные спектакли. Это одна из крупнейших национальных премий театральных. И в Саранск вряд ли часто знакомится с золотыми масками, а вот имеют такую возможность. Поэтому я думаю, что уникальность, конечно, этого проекта огромная. То, что нас поддержал Фонд культуры, Российский фонд культуры, да, я еще раз хочу подчеркнуть, что Фонд культуры производит, эти проекты реализует в рамках нас, проекта культуры. То есть, поэтому это такая достаточно серьезная поддержка, собственно говоря. Дальше, я думаю, какие-то конкретные вещи, сколько коллективов, какие конкретно творческие мероприятия, и так далее. Я думаю, что это уже туда ближе к реализации основной лисы. Мы уже поговорим об этом. Сейчас мы можем говорить о том, что проект начался. Это самое главное. Сейчас этап реализации начался. Спасибо большое. Мы перейдем с вами к второй части нашей пресс-конференции. Это вопросы. Возможно, вопросы будут не только у СМИ, но и у руководителей коллективов, которые присутствуют здесь, университетских коллективов, которые занимаются contemporary dance. у Смайла, у Багира, у Арбалетта, у Шага. Это коллектив среднего профессионального образования в Институте национальной культуры. Может быть, у вас тоже будут вопросы? Пожалуйста, задавайте. ГТРК Мордовия. Скажите, пожалуйста, когда читаешь название конкурса фестиваля, первый вопрос, откуда такое название, как оно появилось? Почему именно Новая леса? Почему именно так назвали фестиваль? Опять вспоминаем 90-е годы. В этот период было очень модно именами животных называть фестивали. Был фестиваль «Белая собака», какая-то уже не помню обезьяна. А театр танцев «Визави», который, в общем-то, знает, тоже не понаслышке. Наверное, наши городские ценители и республиканские. Кстати, у нас здесь присутствует артистка этого театра, экс-артистка, экс-театр Ольга Готт. Тоже, она не хочет собрать мне, что театр очень был успешным и перспективным. Но в тот момент, к сожалению, молодые люди, прислушайтесь, не было такой политики в нашей республике, к сожалению, чтобы обращать внимание на такие творческие коллективы. Сейчас для молодых везде открыта дорога, просто проявили инициативу. А тогда инициативная группа, существовал проект, совершенно неоплачиваемый никем. То есть ребята называли «Ездили по России» и показывали свое искусство и творчество. И, естественно, проехав ряд фестивалей, увидев там положительные какие-то моменты, они решили, чтобы был фестиваль и в Саранске. Итак, символом Саранска и города, и республики, наверное, является леса. Я всегда говорю, леса, какое животное? Она очень умная, очень хитрая, очень пластичная, очень красивая. Вот такая наша леса. Ну и с 98-го года ровно 9 лет фестиваля работал. Сюда приезжали очень известные люди, так как современный танец в России в этот период установился. Его до этого периода, в общем-то, и не было практически. Здесь происходила революция, в общем-то. И, видите, он начал развиваться в глубинках, вот в городах. Чёрный кот ещё, да, Чёрный кот, Рязань. И потом уже все эти фестивали перекочевали в столицу. И ещё такой важный момент, что и преподавание пошло в образовательных учреждениях, стала вводиться дисциплина современной танцы. То есть это вот как раз очень интересные процессы. И у современного танца России определённо своё лицо. Как и в любом другом жанре и виде искусства. И иностранцам было это очень интересно. Поэтому вот такое фестивальное движение развивалось. Ну, а потом какой-то, наверное, кризис. И их несколько лет не было этого фестиваля. Организаторы прежние решили уже не проводить его. И вот как открылся «Горец культуры» в 2012 году. Это был первый проведён фестиваль. Но так как «Лисой» мы уже не могли назвать, вот, получилось «Новая лица». Мы очень долго думали и хотели придумать другое название. Но мы не смогли. Вот именно так сейчас она и называется. Наш «Новая лица», но наш лицой, наш проект. Спасибо большое. И ещё один вопрос у меня есть к Юрию Алексеевичу, наверное, лучше адресованный. Скажите, есть ли какие-то особенные, есть ли какие-то требования к конкурсантам? То есть, возможно, какая-то возрастная категория? От какого возраста можно участвовать в конкурсе? Ну, старый наш разговор уже по поводу современной хореографии, с какого возраста ей можно заниматься, вот, с учётом, насколько серьёзные темы. Очень часто хореографы пытаются поднимать и так далее. В этом году у нас 13? Ну да, мы немного опустили до тринадцати лет. Почему? Потому что очень много коллективов, вот у нас присутствует Оксана, руководитель коллектива «Флэш», есть потребность, правильно, Оксана? То есть, уже в этом возрасте они интересуются. То есть, с тринадцати, ну и, в общем-то, у нас положение написано, что до тридцати пяти. Но, тем не менее, я думаю, что если будут случаи такого взрослого современного танца, то я думаю, что мы пойдём на встречу, к чему-то, потому что это только приветствуется. Когда взрослое тело, взрослый человек, взрослый мозг через пластику показывали, то это всегда дорогого стоит. А отбор, критерий, это будет сечь как член жюри. Да, я хочу сказать, что здесь как бы есть два-три вещи. Тоже, опять-таки, есть конкурсы хореографов, и есть конкурсы исполнителей. И в данной ситуации мы оказались между тем и тем, потому что жюри невольно всё равно оценивает исполнение и оценивает исполнителей. Но, по большому счёту, лиса осталась прежней, потому что это всегда был конкурс хореографов. Нас интересуют мысли, которые несут хореографы. Но здесь три номинации и совершенно разные подходы. Если, например, экспериментальная номинация «Эксперимент движения» у нас, где мы хотим, это уже много лет, увидеть работы, которые, ну, что-то, какие-то новые нюансы привносят в современный танец. Когда мы видим эксперимент, что-то новое рождается. А есть свободное движение, где коллектив может привести просто свой любимый номер, который уже посетил огромное количество конкурсов, показать, поделиться. Вот. Нас, конечно, в жюри очень часто манит эксперимент. Вот. Но не так часто случаются здесь удачи, потому что многие просто идут по принципу, мы поездили по мастер-классам, собрали комбинации, их показали и так далее. И хотелось бы сделать открытие. Вот жюри хочет открытий всегда. И эксперимент движения такие открытия дает. Мне всегда интересно посмотреть, как люди видят народные традиции, исполняют их современной пластикой. Да, это тоже очень интересная номинация, хотя она не такая многочисленная. Мы все время мечтаем, что будет очень много работ в стиле фолк-танца. Потому что на самом деле это очень интересно. Это то, что говорит о том, каково лицо современного танца в России. Именно российского танца. Вот. И нами эта номинация очень любима. Я думаю, что она будет долго существовать. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще очень прямоважное уточнение. Открытие фестиваля и галл-концерт фестиваля. Они будут проходить в музыкальном театре. И это будут платные мероприятия. В конкурсные дни для зрителей будет бесплатное посещение. То есть все желающие горожане и гости нашего Саранска смогут прийти и посмотреть на те коллективы, которые будут церевноваться в конкурсе или фестивале. Есть ли такое небольшое уточнение для зрителей города и приезжающих гостей? И всегда выгоднее идти на конкурсы и фестиваль. Именно посетить бесплатные мероприятия у нас здесь. Почему? Потому что посмотришь весь объем. Понятно, что когда галл-концерт или открытие, мы стараемся сделать шоу, праздник. Это самые лучшие номера. А вот когда вы посещаете конкурсы и фестиваль, уже здесь, на нашей площадке, здесь можно посмотреть все. Вот такое небольшое замечание. Круто приглашенного коллектива. Самого главного. Хорошо, спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Вопросов, если нет, большое спасибо всем тем, кто пришел сюда на мероприятие, на нашу пресс-конференцию. Этим мероприятием мы открываем официально старт новой листы 2022. И уже во вторник, 14 июня, начнется регистрация коллективов для участия на сайте самого фестиваля «Новая леса». АПЛОДИСМЕНТЫ